Сегодня, когда мы на всех уровнях, от президента, правительства и так далее, слышим о том, как важно освоить правильную методологию, как важно научиться грамотно применять ее на всех уровнях, в государственном управлении, в бизнесе, в некоммерческом секторе, и в образовании, в здравоохранении и так далее. В общем, везде нужны такие профессионалы. И, конечно, естественно, еще актуальнее, еще острее встает вопрос о том, а кто же это менеджеры проекта, какими компетенциями они должны обладать, что они должны знать, уметь, как это все развивать, как готовить, как проверить, как сертифицировать. Ну, в общем, масса вопросов, связанных вот с этим. Ну, я являюсь, действительно, директором большей школы управления проектами. Естественно, мы учим во всех наших программах, в разных ракурсах, на разном уровне. У нас есть МПА, Executive МПА, переподготовка, 5 программ, повышение квалификации и так далее. Но я не буду сейчас заниматься рекламой. Это, пожалуйста, вы можете прийти на наши неоткрытых дверей в нашей школе, которая раз в месяц проводится. И там мы подробно расскажем именно о наших программах, там или зайти на наш сайт и все узнать, все нюансы. Сегодня выступление такого более общего характера, как и просили нас организаторы, устроители, то есть тем, чтобы вы вот за полчаса могли все-таки для себя получить какую-то содержательную информацию по заявленной теме. Итак, мы живем в мире сегодня, в котором огромное многообразие методологии, подходов, стандартов в области управления проектами. Управление проектами, в отличие от многих других разделов менеджмента, является одним из самых стандартизированных разделов. Причем вот эти профессиональные стандарты, которые разработаны и действуют, они, ну и не догмы там, не руководство к действию, но они реальная фактическая база, основа, буквально, если хотите, для менеджеров проектов всего мира, всех стран. И сегодня сформировано, вот как там в музыке есть 7 нот, да, и дальше там у кого что, у кого там, кто как Моцарт, да, играет, кто собачий вальц, неважно, но 7 нот есть, эта договоренность есть. И вот в управлении проектами сформированы эти стандарты. Но если там в 1996 году появился первый фактически PMBOK, американский стандарт, который за 2-3 года схватил мир, и в России уже в 1998 году активнейшим образом внедрялся, уже его знали, уже обучали, и я уже работала в бизнесе, и мы создавали систему для заказчика на базе PMBOK, то сегодня, помимо PMBOK, огромное количество вот стандартов, подходов, методологий, и надо уметь в этом во всем ориентироваться, да, и разные требования этих стандартов и методологий. Яркий пример Сбербанка, да, который вот как плечевоязыцах уже, да, во всех ностах, и вот он прошел этот путь за последние, там, 10 лет от PMBOK, да, потом Греф сказал, хватит мне рисовать эти PMBOK-овские картинки, давайте что-то более системное с человеческим лицом, и оказалось, что это японский стандарт P2M, да, и разобрались с P2M, а потом выяснилось, что этого мало, и IPMA-дельта, это организационная компетентность в области управления проектами, а сегодня и GIL, как вы, наверное, все слышали, да, и, в общем, вот этот методологический поиск, он характерен для множества компаний сегодня, да, ну, есть сайты, соответствующие, на которые, если вы зайдете, вы увидите там Excel-евские матрицы, таблицы, в которых сравниваются более 100 стандартов управления проектами, которые существуют в мире. Ну, 100 не 100, но вот наиболее такие известные, которые на слуху, я здесь привела на этом слайде, но тема нашего сегодняшнего общения, это сертификация, которая привязана к этим стандартам, их тоже приличное количество, доступных у нас сейчас в России, на нашем рынке, как сориентироваться, куда стопы направиться, какой сертификат в первую очередь получать, да, вот об этом я хотела бы более подробно сегодня рассказать. Итак, ну, наверное, то, что проще всего организационно, да, то, что, так сказать, ближе всего, то, куда можно доехать на метро, да, это САВНЕТ, наша Российская Ассоциация Управления Проектами САВНЕТ, это то, что здесь вот первой строчкой, и если вы сертифицируетесь в САВНЕТ, то вы на выходе получаете два сертификата, на какой бы уровень вы не претендовали, а там четыре уровня, А, Б, Ц, Д, да, один сертификат российский на русском языке, сертификат от Российской Ассоциации Управления Проектами САВНЕТ, другой, точно такой же, но на английском языке, от Международной Ассоциации Управления Проектами, IPMA, International Project Management Association. Вся процедура проводится здесь, в России, в помещении САВНЕТ, буквально, да, по уровням сертификации, вот этим, А, Б, Ц, Д, несколько разные процедуры прохождения сертификации, несколько разные требования, но чтобы вы ориентировались, вот уровень Д, ну, как бы считается условно самым низким уровнем, ну, на самом деле, не совсем так, да, но он отличается от всех остальных тем, что на этот уровень не обязательно демонстрировать или заявлять, что у вас есть реальный опыт управления проектами, да, достаточно сдать теоретический экзамен, и вы получите сертификат уровня Д. Дальше, уровень С, это руководитель проектов или подпроектов в составе крупных проектов, уровень Б, это руководитель крупных комплексных проектов, уровень А, меньше всего людей сертифицироваться на этот уровень, это директор программ или это директора компании, которая строит у себя серьезные проектно-ориентированные системы управления. Если вы зайдете на сайт sunnet.ru, вы посмотрите там таблицу, где все сертифицированные в России по всем уровням перечисленные люди, около 4 тысяч сегодня сертифицированных, и в основном это уровень Д. Значительно меньше уровень С, совсем немного, не больше 100 уровень В, и А это там совсем штучный товар, да, это такие очень, ну, наши самые продвинутые люди, которые давно внедряют в своих бизнесах, в своих компаниях систему управления проектами. На уровень Д вы сдаете только экзамен, на уровень А, Б, Ц обязательность собеседования с национальными асессорами, это наши россияне, да, которые, каждый из них, имеет мандат непосредственно личный от Международной ассоциации управления проектами, и вы предстаете фактически перед этим жюри, которые моментально за 10 минут очень быстро разбираются, как вы руководите, чем вы руководите, что за проекты, какого марта, в каких подкастах, как вы к этому относитесь, и так далее. И плюс обязательно на А, Б, Ц уровень вам также надо демонстрировать, вот немедленно, здесь и сейчас, прямо, да, в процессе этой сертификации, на примере какого-то кейса, отвлеченного, пусть это будет там проект по полету на Марс, но конкретные навыки, да, вы должны разработать реальные документы, вы должны прямо вот здесь, да, там 5 минут, разработать структурную декомпозицию работ проекта, построить сетевую модель проекта, и посчитать по методу критического пути, сделать матрицу ответственности. И вот мы так учим в нашей высшей школе управления проектами, в соответствии с этими требованиями, да, то есть мы обязательно отрабатываем вот этот навык, чтобы это было у вас на кончиках пальцев, да, чтобы не задумываясь, вне зависимости от того, какой проект вы моментально могли вот эти ключевые документы разработать, да, потому что мы, надо сказать, абсолютно честно ведемся по отношению к нашим слушателям, мы не навязываем никакой системы сертификации, у нас в нашей учебной программе не включена подготовка, да, то есть мы не предлагаем вам платить за подготовку к какой бы то ни было системе сертификации. Мы сильный ВУЗ, да, мы академическая база, мы можем позволить себе, да, вот академическая свобода, в том числе прекрасно, тем, что мы не связаны никакими коммерческими обязательствами, ни с какой ассоциацией, да. Вот у меня есть сертификации всех, да, я это сделала не потому, что я очень славна, да, и хочу навешивать эти там орденные медали, да, а для того, чтобы вам, как на духу, в аудитории, потом рассказать про все нюансы сертификационного процесса, и чтобы вы не решили потом делать сертифицироваться, да, вот, так сказать, в какую пойти ассоциацию, какие сертификации получать, вы всегда подготовлены, и наши выпускники, которые, Высшая школа управления проектами, которые для себя ставят эту цель потом, да, по завершении обучения, с первого раза сертифицируются на любой уровень, на который они идут, да, не только в САМН, да, но и в PMI, там, и так далее. И я всегда вот, ну, бесконечно рада, и они всегда пишут нам эти благодарственные письма, потому что, ну, спасибо вам, да, за то, что так подготовили, это действительно, да, наши учебные планы сформированы на самом деле в соответствии с требованиями международных стандартов, в соответствии с требованиями сертификаций, которым Вы соответствуете реально, да, по факту, а не потому, что там у Вас написано в учебном плане, что там 30 часов Вас учили для сдачи сертификационного экзамена, да. Мы затрагиваем все области знаний в процессе подготовки, Вы израбатываете все вот эти документы, которые потребуются потом от Вас независимыми профессиональными ассоциациями, и это косвенное подтверждение, ну, уровня подготовки у нас, да. Если у Вас есть какие-то вопросы конкретные, я обязательно время оставлю потом в конце, для того, чтобы Вы могли их задать. Значит, другая по популярности сертификация, наверное, о которой надо обязательно рассказать, это PMI-свая сертификация Project Management Institute для тех, кто занимается управлением проектами. Это, ну, абсолютная, это как, значит, ООН, наверное, я не знаю. Мощная, очень, да, крутая организация. Это Институт управления проектами США, Project Management Institute, и их стандарт, знаменитый PMBOK Project Management Body of Knowledge. И так исторически сложилось, что в России PMBOK, вот, ну, с 97-го года уже очень хорошо известен. Я сама как доцент кафедры, как замзав кафедры по научной работе проводила независимое исследование 4 года назад. 29 компаний из разных отраслей российских я опросила, компаний, которые внедряли у себя корпоративную систему управления проектами. Я задавала один вопрос. Какими стандартами Вы пользовались при разработке своих корпоративных методологий, да, проектной деятельности? Вот 29 раз я спросила, и 29 раз мне сказали PMBOK. Это вообще страшно представить себе, да, потому что не PMBOK-ом единым, но это так. Когда я рассказала на научной конференции, здесь на факультете, не скажешь, может быть, за что купила, за то продаю, вот так обстоят все дела у нас в России, да. PMBOK- это наше все. Так оказалось. Своими руками создали такую ситуацию. Теперь вот как с этим жить? Значит, PMI предлагает вот 8 на сегодня разных сертификаций. Самая популярная – это PMB, так называемый Project Management Professional. Самая популярная в мире, да, с ней сегодня соперничает только британская сертификация Prince 2. Но долгое время он был абсолютным лидером. Это вот последние, может быть, лет 5, Prince 2 вырвался, да, серьезно вперед. Значит, но также PMI предлагает сертификации, это такой недо PMP, да, вот сертифицированный помощник, фактически, менеджер проекта. Это специализация PMP, Shedding Professional, Risk Management Professional, Business Analysis Professional. То есть это разные срезы, да, здесь акцент на планировании и контроле проектов, здесь на управлении рисками, здесь, соответственно, бизнес-аналитика, да. Есть своя сертификация для управляющих программами, Program Management Professional, для управляющих портфелями, Portfolio Management Professional, и столь модный сегодня Agile, про который вот нам Герман Оскарович говорит, да, значит, PMI – Agile Certified Professional, да. То есть вот целый букет, да, предлагает сегодня PMI, но PMP все еще такой абсолютный лидер, конечно, среди всех этих сертификаций. Сертификационная процедура в корне отличается от IPMA-овской, с АВНЭтовской. Здесь вы уже имеете дело напрямую с PMI. Вы заходите на сайт этого института, PMI.org, это независимая профессиональная ассоциация, куда входят люди со всего мира. Чтобы стать членом PMI, 129 долларов и горячее желание, больше ничего, да. Значит, и, а для того, чтобы сертифицироваться, вот уже гораздо больше надо, да. Значит, будучи членом PMI, вы заполняете на сайте вот этом англоязычном, да, родном PMI-овском анкету, где вы должны указать, что вы прошли обучение в объеме 32 академических часа по управлению проектами. Это может быть университетский курс любой, это может быть какой-то тренинг, да, но у вас должно быть подтверждение того, что вы это сделали. И дальше 4,5 тысячи часов вы должны расписать ваш опыт в области управления проектами по группам процессов. То есть прямо вот сколько часов инициация, сколько планирования проекта, сколько исполнения, сколько контроль и сколько завершения, и на каких проектах, в какие годы вы потратили. И очень важно, как вы описываете этот опыт, да. То есть вот у меня есть мои выпускники в Шоповске, да, которые, там, не знаю, построили там два перинатальных центра, еще там два кинотеатра, бассейн, там, я не знаю, и так далее. И вот они пишут, там, я реализовала 10 проектов, да, построил. И не получают доступ к экзамену, к сертификационному, да, потому что PMI ждет, что вы опишете в их терминах, да, ваш опыт. И пусть это будут не такие масштабные проекты, но вы расскажете, что вы там потратили столько-то часов на инициацию проекта, при этом вы же работали устав, как требует этого PMBOK, да, что вы там 100-50 часов потратили на планирование проекта, при этом вы разработали там план управления рисками, план управления стоимостью, структурную декомпозицию работ проекта и так далее. То есть вы в терминах PMBOK, да, вот стандарта, заполняете уже эту анкету. Если PMI рассмотрел и считает, что вы соответствуете их требованиям, вам присылают пароль для регистрации на экзамен. Экзамен сдается здесь, в Москве, в единственном центре, где сдаются все экзамены, вот знаете, это вот там уровня TOEFL, GI, GMAT, вот все эти экзамены, которые нужны, чтобы там обучаться в американских университетах, да, они все здесь сдаются. Это компьютерный класс, там на 10-15 посадочных мест, под прицелом видеокамер, там ничего нельзя с собой иметь, нельзя списать, не вообще это упасит бог, да. Экзамен 4 часа, 200 вопросов, мало-то чего есть, то есть вопросы, варианты, ответы. Это очень сложный экзамен, да. И те, кто не сдавал этот экзамен, ерничают и говорят, да что, да это какая-то обезличенная система, да это какой-то ЕГЭ для менеджеров проектов, да это если вы патологически везучий, вы там 200 раз тыкнули, попали там и все, и вы менеджер проекта. Но это те, кто не сдавал экзамен. Те, кто сдавал, я ни одного не видела, который бы ерничал по этому поводу, я могу сказать, что я сдавала, когда у меня уже 5 лет было опыта тренингов и консалтингов по правилам по этому, в 2003 году. И я готовилась 3 месяца, просто вот пиэмбок там под подушкой, да, лежал я, получила наизусть, и я прошла по нижней границе, там 80% ответов должно быть правильных, и у меня просто поднялась температура 38,5, после этого экзамен. Это просто физически, интеллектуально, абсолютно изматывающая процедура. Я много экзаменов сдавала в своей жизни, но это один из, наверное, самых, с которыми я горжусь, что я сдала. Это непросто сдать. В России около 1000 PMP, и как-то больше, в общем, не становится, хотя люди вроде сертифицируются, но, видимо, существует какой-то антоп, ну, в общем, это какой-то естественный процесс, в общем, вот эта тысяча, она уже много лет держится, что, конечно, самописи очень мало, потому что в Китае там счет идет уже на 100-200 тысяч, и так далее, что вроде, если говорить по долям, вроде немного для Китая, но в абсолютном выражении, это армия уже сертифицированных менеджеров проектов. Во всех сертификациях предполагается рейс-сертификация, то есть в САДНЕТ каждые 5 лет вы проходите определенную процедуру рейс-сертификации, ну, не заново всю процедуру, но там есть определенные требования, которые надо выдержать, и в PMI это каждые 3 года рейс-сертификация профессиональных менеджеров проектов. Вот я с 2003 года каждые 3 года я подтверждаю свою эту PMP, чтобы быть PMP in good standing, как это называется по-английски, то есть действующим PMP. Там 60 баллов по определенной структуре надо набрать и доказать, и подтвердить это PMP, что я продолжаю заниматься этой деятельностью профессионально и в соответствии с их требованиями. Значит, вот такая история. Если вы сдаете экзамен, результат вы видите тут же, когда вы последние в компьютер вбиваете ответ, и тут же сдали вы или не сдали. Ну, это де-факто в мире, наверное, самая исторически известная, признанная, система сертификации. Ну, вот нравится нам это или нет. Значит, догоняет, по численности даже за это перегоняет британская система сертификации PRINCE-2. Изначально этот стандарт PRINCE-2, он появился из необходимости в контроле проектов в государственном секторе Британии в области IT и телекома. И это многое объясняет. Собственно, название, аббревиатура Projects in Controlled Environment. Проекты в контролируемой среде или в контролируемом окружении. И вот, скажем, я у меня всегда этого сломает немножко так ухо, да, когда говорят, вот мы там управляем проектами по PMBOK или по PRINCE-2. Вот эти противопоставления, они некорректны. Они одно вместо другого. У каждого стандарта, у каждой методологии своя фишка, да, свои особенности. И PMBOK — это матрица процессов на уровне монопроекта. А PRINCE-2 многие аспекты просто не затрагивает. Скажем, там, вопросы расписания, планирования контроля, управления командой проекта вообще не входят в PRINCE-2. Да, но этот стандарт хорош именно в том, чтобы выстроить организационную структуру вокруг крупных проектов. Скажем, Олимпиаду, да, англичане делали по PRINCE-2, а мы пытались долго по PMBOK. Мы пока интуитивно не пришли к тому, что надо комбинировать. Да, потому что, скажем, на уровне правительства, на уровне оргкомитета, конечно, есть аспекты, для которых, собственно, PRINCE-2. Да, когда мы уходим на уровень управления проектом по каждому из 243 объектов, которые, скажем, в Сочи строились, на каждом из этих объектов PMBOK отлично работает. То есть здесь свои нюансы и особенности в этом надо очень ориентироваться. Почему-то я начала с этой картинки палитра, да, потому что, ну, это сложная, да, вот методологическая мозаика, это пазл такой, да, и в этом надо ориентироваться. И на каждую краску есть своя сертификация, которая подтверждает, что вы этим владеете, этим владеете, да. И в PRINCE-2 есть также вопросы, вот оценки экономической эффективности проектов по фазам реализации проекта. Че у них в PMBOK, в принципе, да, что важно для крупных проектов, особенно на деньги государственного заказчика реализуемых, да. Ну, а сегодня PRINCE-2 уже позиционируется как не только IT-телеком, не только для госсектора, да, ну, активно пошел и в бизнес. И вот почему такой был в свое время, ну, просто по экспоненте рост сертифицированных по PRINCE-2, и такой интерес к этой методологии, потому что в PMBOK вы не найдете никаких шаблонов документов, их просто в принципе нет. PMBOK — это матрица процессов. 5 на 10, да, 5 — это группа процессов, инициация, планирование, исполнение, контроль, завершение, а 10 — это области знаний. Управление содержанием или составом работ проекта, сроками, стоимостью, качеством, рисками, контрактами, коммуникациями, человеческими ресурсами, что-то забыла, да, но интеграцией. Вот 5 на 10, да, матрица. Но шаблонов документов нет. А PRINCE-2 — это алгоритмизированный подход, и шаблоны были приложены, да, на все вот эти процессы, да, все, что мы делаем, как бы по алгоритму, подкрепленный шаблонами документов. Конечно, это мир подкупило, да, и, конечно, сразу так заманчиво, да, это показалось огромному количеству людей во всем мире. Сегодня мы, вот, я сертифицировалась еще там лет 7 назад, было очень сложно, через там голландскую компанию, которая только в Питере работала, и там раз в год они собирали группу в Москве, и это очень сложно, да. Сегодня, к счастью, есть в Москве центры, где есть в проектной практике, в компании, да, полностью сертифицированный центр, где можно пройти обучение, и пройти всю процедуру сертификации, и получить и PRINCE-2 Foundation, и PRINCE-2 Practitioner, да, и то, и другую сертификацию. PRINCE-2 Foundation легче сдать, он сдается на базе такого, ну, усеченного варианта PRINCE-2, более краткого, ну, собственно, там, это методичка на, там, 8 страниц, да. А PRINCE-2 Practitioner – это очень серьезный экзамен, сопоставимый с PMP-шным, да, только там еще больше кейсов для анализа, то есть еще больше акцент на практическую деятельность. Чтобы сдать на PMP, надо, ну, вот, вызубрить PMP-бок, то есть надо много просто знать в теории, да, и надо уметь решать задачи на метод критического пути, на метод освоенного объема. А в PRINCE-2 Practitioner больше акцент на анализ реальных кейсов, с которыми сталкивается менеджер проекта. Если вы действительно в реальной жизни не руководили проектами, ну, просто вы действительно не сможете, да, потому что это вот как бы понятно любому практику, да, но это ни в одном учебнике прочитать невозможно, да, то, что вас будут спрашивать, в том числе, да, вот, и в этом экзамене. Ну, конечно, по популярности в России сегодня мало сертифицированных по PRINCE-2, то есть вот, если там IPMI словно этот угол 4 тысяч, если PMP, там, это тысячи человек, PGMP, по-моему, не больше десятка сейчас, agile сертифицированных по PMI 5-6 человек в России, да, то есть это такие цифры. PRINCE-2, ну, несколько групп прошло через проектную практику, но я думаю, что не более сотни в России сегодня, да, сертифицированных по PRINCE-2. Существует японская ассоциация, японский стандарт, очень популярные в мире. Они, так сказать, на рынке вот сертификации не активны, но по влиянию на умы, это очень мощный стандарт, методология, и в ведущих бизнес-школах мира, которые занимаются управлением проектами, есть просто предмет такой, да, PITOE называется, вот это японская методология управления проектами, и мы вот, ну, в нашей высшей школе управления проектами, мы про все про это рассказываем, мы все это проходим, да, я просто сегодня говорю за полчаса, именно вот о самих системах сертификации, там, требованиях и так далее. Это тоже можно в Москве сдать, ну, около сотни сертифицированных, в соответствии с японским стандартом. Японцы не играют в это как в коммерцию, как в бизнес, да, если PMI сегодня такая огромная бизнес-машина, которая, ну, просто зарабатывает серьезно на самой процедуре сертификации, на продаже этих стандартов и так далее, то японцы даже стандарт, они не продают, если вы зайдете на сайт японской ассоциации, вы бесплатно можете скачать этот стандарт на английском языке, там, приличный том, мелким почерком, ради бога, читайте, постигайте эту мудрость. Автор этого стандарта приезжает в Москву, вот я училась у него, профессор Танако, потрясающе интересный человек, который говорит, что вот есть некоторые страны, в которые я вообще не езжу, они уже все, они в матрице, и им уже ничего не поможет. Вот он говорит, в России, слава богу, вы еще сохраняете способность размышлять мысли, вы еще понимаете что-то про философию, и вы еще не совсем потеряны. Так что мне лично очень нравится эта методология, этот стандарт. Не случайно, да, вот бизнес-школы, и американские, и европейские, все мимо пройти не могут, и очень подробно и детально изучают. И последнее, и ваши вопросы, я обязательно должна сказать об этом, как вообще патриот, и как один из учредителей Центра оценки развития проектного управления, это российские, да, это российская организация, и мы в свое время создали вот с единомышленниками этот центр для того, чтобы сделать российскую систему сертификации в области управления проектами. Потому что вот сколько я занимаюсь, с 93-го года этим, да, и мы бесконечно ссылаемся на IPMA, да, Международная ассоциация, американцы, британцы, японцы, а где же мы, где наша российская система. И вот на сегодня она создана, это вот буквально последние 2-3 года усилий, на базе ЦУРПУ, она называется PM-стандарт, и вы легко можете это сделать, потому что она вообще работает в онлайн-формате, она есть в дистанционном режиме. Идея была именно поставленная нам, ну, нашим, можно сказать, босс-заказчиком, да, вообще пурирует это все аналитический центр при правительстве Российской Федерации, идея была в том, чтобы вся Россия, да, имела равный доступ и возможности для обучения, прохождения сертификации, да, вот PM-стандарт. Там есть базовый уровень, который пройти обязательно нужно всем, а дальше 4 уровня сертифицированных руководителей проектов SRP, 1, 2, 3, 4. Первый самый высокий, 3, 4 сегодня реально открыты для сертификации, вы можете это сделать в онлайн-формате. Это потрясающая система, мы записали там, просто не знаю, если мы эксперты, да, собрались, мы каждый записал видео-лекцию, да, и вот это интересно работает, да, в апреле записали, уже сейчас я получаю отзывы, там, Владивосток, Перм, там, да, мы там слушаем лекции, смотрим у нас вопросы, то есть бурными темпами развивается вот освоение, да, этой проектной методологии в России. Сейчас будет очень интересная конференция в ноябре на базе аналитического центра, она абсолютно бесплатная, открытая, надо зарегистрироваться и прийти. конкурс «Проектный Олимп», и там 2-3 дня будут выступать эксперты из разных регионов, и будет обязательно панель такая, да, заместители губернаторов, руководители проектных офисов краев, там, областей, да, городов, будут рассказывать о том, как они ее внедряют, как они используют, как работает эта проектная методология, даже на таком вот самом высоком уровне. То есть не только бизнес, да, а сегодня уже вот так масштабно стоит задача, да, по внедрению методов проектного управления. Россия здесь абсолютно впереди планеты всей, это действительно так. Есть страны, где еще только мечтают о том, чтобы выйти на уровень госуправления. Мы это уже делаем. Десять дней назад закончился ежегодный симпозиум Международной ассоциации управления проектами IPMA, он проходил в Астане, и там президент IPMA, немец Рейнхард Вагнер, вручил нашему Андрею Слепневу, который на уровне администрации правительства сегодня отвечает за разработку методологии, внедрение, написание всех методических рекомендаций по проектному управлению, да, на уровне правительства. Вот Рейнхард Вагнер вручил Андрею Слепневу, там красивый диплом. Таким образом, вот деятельность наша, да, наших методологов на уровне правительства получила международное признание. Мне лично Рейнхард Вагнер говорил о том, что в этом Россия обогналась у многих стран и мира, в том числе Германию, за которую ему больно и обидно, потому что, он говорит, у нас не вызывает ни у кого вопросов, конечно, уже давно применение проектных методов в бизнесе, но вот в госуправлении это действительно ваш конь. И, ну, как бы я вот с 93-го года наблюдала все эти этапы, это очень интересный был процесс, как это вот по шагам, да, развивалось. И сегодня я могу сказать, что во всех абсолютно секторах идет активное внедрение, освоение методологии, ну, вот закрепленное в том числе и в сертификациях, и в разных стандартах. И наши слушатели в наших программах в МБИ, в переподготовке из очень разных отраслей приходят. У нас и строители, и IT, и нефтегаз, и энергетика, и фармацевты, и некоммерческий сектор, и телеканалы, и издательские дома, и балетные школы, и все это у нас. И очень интересно работать. И ощущаешь вот это биение жизни, действительно, потому что везде проекты. Вопрос только в том, чтобы это вовремя осознать и начать учиться с этим работать. И чем бы вы ни занимались, где бы вы ни работали, эта методология, она всегда поможет вам быть эффективными. Так, все. Я, как всегда, обещаю. Ура, да, да. Ну, может быть, пару вопросов, если есть. Да. Вы сказали, что существует российская зонстандарта, которая уже создана в России, и существует международная. Означает ли это, что то, что создано в России, оно больше приближено к нашему бизнесу, к нашему бизнесу, чем то, что международная. Более, вот, очень важная подседка. Конечно. Потому что если мы некоторые вопросы посмотрим, да, из международных там стандартов, то мы, так сказать, осваиваем методологию, да, мы понимаем, о чем идет речь, но, конечно, содержание наших экзаменов, естественно, оно разработано абсолютно для наших реалий, да, для нашей жизни. И мы не спрашиваем, там, о каких-то лучших практиках, которые востребованы, там, ну, где-то, да, за океаном. То есть это для нас, для нашей жизни, для наших проектов. И практически это будет лучше применимо, чем международная? Ну, конечно, это ближе. Но я бы не сказала, что это существует какой-то там кардинальный вот отрыв, там, да, или это что-то совершенно другое. Нет, в общем-то, это интегрировано, да, в международную, ну, практику, да, и, так сказать, в русле той же мысли. Но просто скажешь, есть какие-то нюансы, которые для нас характерны, да, и, соответственно, там, какие-то практики тамошние, которые у нас, ну, не по-моему, не прижились. И наша сертификация, она базируется на базе наших ГОСТов. Это тоже была большая работа с 2019 года. Один за другим, кто следит за этим, появляются ГОСТы российские, требования, там, управления проектами, программами, портфелями, там, компетенции менеджеров проектов, системы управления проектами в организации. Сегодня вся эта база есть, и на базе этих ГОСТов будут, соответственно, это сертификации. Учитывая красивые законодательства. Да, конечно. Спасибо большое, председатель. Очень интересно, даже есть люди там, с удовольствием это слушают. Спасибо, спасибо большое. Если есть вопросы, я кулуару дальше там готова общаться. Сейчас у нас уже другая будет секция. Спасибо, очень интересно. Спасибо. В этом смысле, вот почему я начала с САВНЕС, да? Потому что САВНЕС-то сразу за сайт, понимаете, да? Вы получаете и российские, а, например, и Россия, которые признаны по трех странах, которые входят в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе. Я бы сказала, что это намного сложнее. Какой смысл получать? Планируется работать там? Нет, ну, вы отличаете, да, у меня в самостоятельство, а зачем я это в одну картину? Ну, это на вашу смысл, да? Потому что, скажем, там, ну, и Пеймаевский, соответственно, как не единственный международный, да? И, скажем, если выбирать из международных уже тогда, я бы пошла в первую очередь в Пеймаевский. Потому что из международных самый котирующийся, конечно, ну, так, если честно, Пеймаевский. Не Айпеймаевский. Поэтому вот Айпеймаевский, сам на это, это как бы, ну, вот иллюзия, что два в одном, да? Но, с другой стороны, не в числом виде российский, не самый престижный международный. Ну, то есть вот. Здесь, наверное, будет следующее, да, продолжаться? Мы, честно говоря, думали, что вот как раз то, что в 7.30 должно начаться уже идёт, потому что мы зашли в 7.32, иначе мы бы подождались. Здесь было упражнение, а не всё. А, если вы включите, как минуту это передать? Ну, вот упражнение, да? А вы уже на следующий раз? Да. 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 Ну, я буду для себя написала, если ты хочу переследовать. Сфоткали. Или… Сфоткали. Ой, а можно переследовать? Нет, не понял. Ау! Продолжение следует... 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 То есть ее очень вовремя, вот как и с артистами, с исполнителями, очень важен грамотный менеджмент. Как вас продвигают. То есть вы думаете, что кто-то нашел, да, кто-то с кем-то. Да, во-первых, качество вашего контента. Я не СММ-менеджер, но это вот на поверхности лежит. Качество контента, которое вы размещаете, это вот первое, о чем вы должны следить. Просто фотографировать там мутные селфи, да, это невозможно. Естественно. Да, потом, даже сейчас, а текст, текст это вещь вторая. Текст до вас напишут, текст разместят, вам объяснят, какие хэштеги поставить. Красивая фотография. На данный момент даже поколение, которое за нами идет, они даже мыслят по-другому. Не текстом, а вот фотографией. Это первое. Почему может не идти, действительно нужно, чтобы кто-то заметил. У блогеров, у них есть, если вы начнете смотреть на успешных, даже не смотрите на стиль, там, у них может быть разный стиль абсолютно. Но их, не то чтобы камера должна любить, но у них есть какие-то такие общие черты, да. Все-таки на них должно быть приятно смотреть, должно быть приятно за ними следить. Они должны отталкивать не с подачей своей, не внешностью своей. То есть это есть определенный все равно, вот, как это сказать, так же, вот, как и с исполнителями. Да, у кого-то пошло, у кого-то нет. Но, конечно, и грамотный менеджмент. У нее сейчас, если за ней следить, это просто, она хватила с собой все. Когда блоги стали сходить сами по себе, как блоги на нет, она такую, вложили ей вообще промоушен в ее инстаграм. У одного из первых блогеров инстаграм стал развиваться, появился свой собственный хэштег. The Blonde Select goes to, она стала развивать, там, постить вселенное количество фотографий каждый день. Дальше пошло, у нее там канал на YouTube появился, свою коллекцию она очень вовремя запустила. До того, как она запустила свою коллекцию, она развивала свой e-commerce, как бренды, которые я ношу, свой какой-то такой мультиплатформ, где это можно все приобрести. Плюс люди, с которыми она уступает в коллаборации, с которыми она фотографируется, да, это тоже вот этот круг, с которым вы общаетесь. Ну, опять же говорю, если это прямо мы говорим о блогинге как бизнесе и развитии, то здесь важен менеджмент и кто вас ведет, кто вас на эти мероприятия отправляет. То есть сначала вы сами потыкаетесь, везде попробуете, но все равно в какой-то момент, если у вас увидят потенциал, вас уже точно кто-то купит за свой процент. Это стало бизнесом. То есть это из какой-то высокой игры, это стало полноценным бизнесом. Ну, а развитие для нее, это действительно, то есть что-то дальше будет, поэтому вот развитие собственной коллекции, посмотрите, какими бренды наоборот. Если кто-то не видел, поищите потом. Там есть такие прям у нее сильные члены-элементы, это вот подмигивающие глазки. С ней уже стали делать коллаборации крупные итальянские бренды, и Калзедония с ней делала коллаборацию. По-моему, с этим миссиями она сейчас что-то делает. Ну, это одна группа компаний. Вот. И есть еще ряд блогеров, в которых как бы тоже все так идет. Есть те, кто сдуваются постепенно. То есть вот, сейчас кого-то провести так в пример. Был такой культовый мальчик Брайан Буэн. В принципе, все еще остается культовым, но тем не менее, наверное, те, кто помоложе подрастают, да, о нем мало слышали. А в свое время он прям бум производил, когда вот эти вот фриковатые наряды. Но на одном вот тамфриковстве тоже далеко не уедешь, и тем не менее, все потом как-то трансформируются. Сейчас вообще такое время, когда трансформируется как можно быстрее, когда в этом бизнесе находитесь. То есть, Fast Fashion стал совсем fast. Это все вот так вот уже, да. Вот. А тоже одна из ее, это Vogue Турецкий. Опять же, да, количество подписчиков на момент, когда вышла эта обложка. Тут не то, что в разы. Конечно, они ее поэтому привлекают, чтобы кто-то купит журнал, глянет это постепенно. Ну, не сказать, что умирает. Вряд ли он когда-нибудь умрет. Нет. Но, конечно, денег они зарабатывают именно как глянец, вне диджитала, намного меньше сейчас. И чтобы, в общем-то, и привлекать рекламодателей, и чтобы как-то развиваться, привлекают вот таких вот звезд. Раньше было страшно, когда начали на обложке снимать актрисы, об этом говорили. Боже, что же происходит, это же не модели, да, актрисы. А теперь блогеры у нас на обложках. Ну, а это реальность. От этого никуда не уйти. Сейчас даже и обложки-то делают. Если смотреть, вот в этом сезоне все обсуждают. Нет у меня здесь, к сожалению, фотографий. Но загуглите потом обложку Vogue Италия в этом году. В сезоне. Франка создания, к сожалению, у нас покинула. Ее больше нету. И новый редактор. Обложку делает Instagram Friendly. С минимальным количеством выносов, с минимальным количеством текстов, которые можно будет положить, красиво тоже сфотографировать. Вот так вот сейчас уже, в общем-то, размышляют главные люди в бизнесе. То есть все трансформируется с учетом нашей новой эпохи. Так, ну давайте все-таки вернемся к теме по визуальному мерчендайзингу. То, о чем я хотела рассказать, да, как эти тенденции отражаются в магазинах. И что сейчас, какие основные тренды внутри оформления магазинов можно наблюдать. Что такое, в принципе, визуальный мерчендайзинг. Мне, кстати, этот вопрос сейчас внизу задавали, потому что не все знакомы с этим термином. Визуальный мерчендайзинг – это в первую очередь один из инструментов маркетинга. А конкретно это мероприятие, которое вы в самом торговом зале магазина проводите, чтобы ваш товар лучше был представлен и лучше продавался. На самом деле это один из таких достаточно сильных инструментов именно уже в момент продажи. Потому что весь этот маркетинг, все это управление, все, что строится в офисе, да, оно все сводится, сводится, сводится к магазину. И вся ваша прибыль, когда вы работаете в индустрии, у вас свой бренд-магазин, найдет из магазина, сколько вы продали внутри этого магазина, столько вот вы заработали. Есть еще и Коммерс, там тоже есть свой визуальный мерчендайзинг. Это там отдельные вещи, да, я еще тоже их коснусь. Поэтому, соответственно, мероприятие, которое внутри магазина проводится, это ваш продавец, который продает, и ваши полки, которые продают. Это одна из ключевых вещей в момент самой продажи. Поэтому визуальный мерчендайзинг ему не все. Сейчас-то уже, конечно, компании, они понимают, что это необходимо, но все равно в России далеко не все, особенно если мы там чуть за Москву уедем, далеко не все уделяют ему какое-то внимание, прям серьезное внимание. Кроме федеральных сетей, которые визуальны. Ну, федеральные сети, это федеральные сети, да, они стараются. Конечно, все равно сталкиваются с большими сложностями, особенно когда это все контролировать, потому что главные офисы, они все равно, как правило, здесь, Москва, Питер, да, есть определенные мерчбуки, которые рассылаются по регионам, поэтому есть координатор визуального мерчендайзинга, у которого в описании вакансии стоит в специальной командировке, должен проект все контролировать. Главное, чтобы, ну, если мы говорим о федеральных сетях, чтобы никакой отсидательной не было, когда вы работаете на днестремагазина. Вот, соответственно, применяя какие-то инструменты визуального мерчендайзинга, можно действительно увеличить продажи, можно как-то скорректировать, да, если мы видим, что что-то не продается, оно просто на самом деле у покупателя не увидел. Можно скорректировать, это очень сильная история, можно скорректировать полностью весь маршрут покупателя в торговом зале, грамотно выстроив свой комплекс визуальных коммуникаций внутри магазина. Соответственно, коммерческий визуальный мерчендайзинга, это вообще такая творческая история, да, где творчество граничит с коммерцией. Потому что, с одной стороны, вы хотите сделать красиво, с другой стороны, вы хотите, чтобы ваши там аутсайдеры в этот сезон лучше продались, потому что вот они у вас висят, у вас так очень много. Поэтому, в первую очередь, как мы, в общем-то, везде в моде говорим, все равно вы сталкиваетесь с аналитикой. Вот у вас приходит аналитика ваших продаж, вы эту аналитику применяете, и, исходя из того, что вам нужно продать, где вы видите, какие-то там дырки у вас не закрыты, вы выстраиваете визуальную коммуникацию внутри магазина, развеску, выкладку товара, и, таким образом, стимулируете покупателя к покупке. Ну, в общем-то, естественно, понятно, что визуальный мерчендайзер – это специалист, который на месте занимается выкладкой, раскладкой, развеской товара в магазине, и он должен обладать определенными навыками, в том числе и креатив, в том числе и аналитикой, понимание тенденций. Вот понимание тенденций – это очень важно, и визуальные мерчендайзеры, на самом деле, к ним тоже прислушиваются, и мы в своей работе учатся, что мы готовим их, в том числе и в своем центре. С ними сталкивались, всегда общаемся, ко многим прислушиваются, от многих просят какого-то креатива творчества, они видят, да, как лучше подавать коллекцию. Поэтому это такая достаточно творческая все равно специальность, хотя плюс еще включает в себя физический и умственный труд, физический, потому что вы таскать эти бесконечные манекены, вешенки и прочее. Умственно, потому что вы должны все-таки анализировать то, что вы делаете в магазине. То есть нельзя это сделать чисто творчеством, это все равно должна быть абсолютно коммерческая история. Ну и как стрит-фэшн влияет визуальный мерчендайзинг, какие тренды мы сейчас видим в магазинах. Такой интересный тренд, он на самом деле уже очень давно держится, и вряд ли пока в нашей серьезной жизни куда-то уйдет. Это ирония, это фан, что-то забавное, смешное. Это в свое время очень активно стало появляться и в том же стрит-стайле, на фотографиях и на показах с появлением Джереми Скотта в Москино, который начал активно делать коллаборации с логотипами Мордональдса, Барби. Да, 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 то есть каждый сезон мы ждем чего-то смешного. И вот на самом деле он такой, ну не сказать, что основоположник, для него там еще масса людей в разное время, и в 90-х, и попозже, и пораньше, как-то пыталась людей смешить играть, но Джереми Скотт, мне кажется, для нынешнего времени такой, одна из икон вот этого тренда, потому что он действительно, ну что говорится, have fun. На подиуме абсолютно, и у него такие ироничные достаточно коллекции. Можно посмотреть примеры стрит-стайла, да, это какие-то мультяшные персонажи, яркие цвета, вообще необычные сочетания, то есть когда вы не боитесь, в принципе, вам это все по фану, вам интересно, вы немножко так где-то в детство впадаете, японки так очень любят, ну вообще в азиатских странах так тоже наряжаться немножко, как такие школьницы в неоновых цветах. Вот, это неделя моды в Париже. Можно, видите, выбрать какой-то аксессуар, то есть, или какую-то одну вещь, которая будет так ярко играть. В общем, не бояться привлекать внимание. Эмоджи, которые сейчас повсеместно, то, что мы в айфоне используем, когда общаемся, появляются тоже на одежде, на аксессуарах. Обувь, но это вообще отдельная история, особенно что касается кроссовок. То есть, как формируется такой лук, да, какие могут быть вещи, это какие-то свитшоты с логотипами, украшения в бижутерии, тоже с необычными, может быть, там, сленгом с каким-то или необычных цветов. Ну, та же самая обувь. В общем, все, с чем вы готовы как-то играть, с чем вы готовы выделиться, это может быть как на девушке вот этот лук, да, когда странно, в принципе, все. Может быть, что-то одно, когда он достаточно классический образ, но вот клатч с какими-то эмоджи. Кстати, такое вижу часто, мы тоже в университете, мы не в этом здании другом работаем, на Тверском, у нас студентки все к нам приходят, они у нас даже если пришли к нам достаточно консервативные, классические, они за время обучения меняются в стиле несколько раз, и вот такие аксессуары, потом можно с ними вообще выставку с трестайла делать, то есть, в первую очередь, они обрастают аксессуарами. Вот какими-то необычными сумками, браслетами, головными уборами, вот, на подиуме, вот тоже, например, это как раз есть маскина, все, что делает Джереми Скотт, и как это отражается в магазинах. В первую очередь, опять же, иллюстрации маскина, посмотрите, здесь можно разглядывать бесконечно, то есть, вещи-то висят, они все абсолютно ровно в ряд, по коллекции развешаны, да, как должно быть. Но на чем они висят? Они висят на гигантской вешалке. Или что у нас стоит внутри магазина? У нас стоит гигантская кепка в разрезе, и в ней, ну вот, не знаю, насколько понятно, вот она. Да, да, вот это вот. И в ней разложены все аксессуары. То есть, это может быть какая-то инсталляция, как раз для презентации, там, аксессуаров или обуви, или это может быть декоративный элемент, да, внутри самого торгового зала. Тем не менее, вот эта вешалка гигантская англесидна, не решала развешиваемость коллекции, но проход у вас все равно достаточно, чтобы вы могли там перемещаться, в общем, и все разглядеть. Хотя мы говорим, это не массовая история, да, это все равно бутит. То есть, это не то же самое, что Zara, например. Вот. Но как раз люксовые бренды, они себе и могут, в первую очередь, позволить не только витринную зону разработать как-то ярко, а и внутри пространства, потому что они так не загружены самой коллекцией, в первую очередь, да. Поэтому имеют возможность какие-то разместить крупные элементы. Вот, пожалуйста, гигантские туфли, в которых представлена нормальная обувь, которую можно купить. Опять же, зеркала, которые пространство это делает еще более необычным за счет отражения. Вот. Инсталляция с большой кожаной курткой, которая при этом же висит в самой коллекции Moschino, то есть это реальная куртка. Еще есть, по-моему, ряд плачей таких, упоминающих кожанку. Большой белый пакет. То есть все, что, в принципе, вас заставит его вынуть, привлечет внимание. И опять же, Instagram-фрэнли вы захотите это сфотографировать и разместить, оно в магазине может появиться. Еще такое очень любят делать в поп-ап-магазине. Поп-ап-формат, это который открывается на какой-то небольшой промежуток времени. Может быть, кто-то за время лета, за август, успел посетить поп-ап-стор Шанель на Патрика. Да. Вы были? Да, новый как раз дизайн. Сейчас он не погреет. А, не поменяли его? Я, честно, не дошла. Покажите, я могу показать. Да, покажите интересно. Потому что сколько мы читали, мы, причем, рядом со всеми сидим. Нет, это просто неполепно, реально. Это просто супер. Да, они говорят, это мечта блогеров. Вы куда-нибудь там не сядете, все, хочется сфотографировать, выложить, все так же. Сейчас у них совершенно, они сменили полностью интерьер. Еще был поп-ап у Юникло, возле кафе Мабако, как-то вы сейчас знаете? Дмитрова. Тоже там М очень застраивались. Вот. Но вот это как раз одна из возможностей вот эту тему иронии, фан как-то применить. То есть какие-то крупные такие вот инсталляции, где вы разместите в свою коллекцию. Вот. Ну вот, да. Классно. Еще так. Тут вот эти стояли большие конфетки. Да, да, да. И главное, везде красиво. И смотрите, как продумано, что освещение везде такое, что вы действительно сфотографируетесь, и освещение будет удачное. Да, чтобы вы не попытались снять, действительно получается удачный кадр. То есть, ну вот все, а теперь мы мыслим имиджами, грубо говоря, да, и мы приходим куда-то, нам хочется действительно оттуда вывести красивую фотографию, по-моему, впечатлений, которую, если еще можно и показать, так вообще замечательно. То же самое и с магазинами, и с витринами. Витрины хочется фотографировать. Я помню, когда первый раз приехала в Италию, действительно снимала каждую витрину, потому что это стоит сфотографировать. Потому что это действительно красиво. Приванная сумма. Да, да, да. Вот Фенди, например. Фенди тоже, может быть, кто вспомнит, вот эти вот монстрики, они были в коллекциях, когда с ними были брелки, они так появлялись на сумках. И вот они у них появились внутри магазина. То есть они никакой на себя вообще функционал, кроме привлечения внимания, в принципе, не несут. На них это не манекен, на нем нет одежды, да? Это такой элемент внутри магазина, который вас цепляет. Вот. Или перед входом в магазин. Или, например, в витрине, когда вот она сумка, да, вот еще и гигантский бумбок, скажем, рядом с ним. Но Фенди точно так же они такие. Это же вторая линия, которую делает Карл Лагерфельд. И они более молодежные, если брендом ту же самую Шанель, которую он делает. Они как раз на более молодую аудиторию рассчитаны, поэтому для них это очень важно. Такие вот вещи включать в свой интерьер. Но это, опять же, отражение вот этой вот темы фан внутри магазина. Лампочки, пушистые лампочки, розовые лампочки, все что угодно. Неоновая подсветка. Все очень забавно, весело. А вот Макс Марк, кстати говоря, бренд, который достаточно консервативный, если так рассудить по коллекциям. Но тоже у них есть какие-то элементы такого смешного текора внутри магазина. То есть вот такие вот фигурки зверей, например. А это Довер Стрит Маркет, это универмаг в Лондоне, кстати говоря, культовый. В общем-то, все фашионисты с его знают. И по коллекциям, которые висят, и по инсталляциям, витринам, которые они делают, они сотрудничают с разными дизайнерами для оформления вот таких вот зон. Вот одна, например, из зон Довер Стрит Маркет. Тут какой-то бардак вообще происходит. Манекен лежит, манекен висит. Но такая вечеринка. Тоже, кстати, это тоже Довер Стрит Маркет. Оранжевая будка, да, и вокруг классические костюмы расставлены. А это вот интересная такая общая тема коллаборации Луи Виттон и современных художников. Одна из ярких, и которая, я думаю, здесь нам всем знакома это ее и Кусама. Ее, кстати, гараж привозил. Вот с этими ее точечками тоже можно было зайти... Это рыбаук был? Нет, нет, нет. Это еще до этого было. Это можно было зайти в эту комнату, где все такое белое, белое, с красными точками тоже там сфотографироваться. Но Луи Виттон еще до того, как она вот сюда привезла, ее привлек в качестве оформителя, ну не оформителя, да, коллаборацию сделать с ней для оформления своих витрин. И вот в этих вот таких вот витринах забавных были размещены их сумки. Вот как это все выглядело. То есть что-то такое невероятное. И она там стоит сумочкой. Ну и сам Лутик. Видите, тоже весь такой в точечках. У нее, кстати, есть вообще целое... Я сейчас вам не расскажу, не вспомню, но загуглите, почитайте. У нее есть целое объяснение вот этому своему фанатизму по поводу этой точки, которой она так делает все в горах. То есть очень интересно. Ну, если думаться, она там какое-то время в сумасшедшем доме жила... Дорогом кормили. Да-да-да-да. Ну, что-то в этом есть. Стрит-трайбс. Уличные племена. Это вот как раз уже совсем такая уличная-уличная мода. Какие-то, я не знаю, не сказать, уличные драки или там вечеринки. Ну, в том числе танцы, баттлы. Как это отражается и в коллекциях, и в магазинах. То есть, видите, это в отличие от предыдущей темы, которая такая фан, здесь тема более спортивная. Немножко нас отсылают на линк, боксерам или там другим каким-то спортсменам. То есть, это элементы спортивной экипировки в вашем гардеробе, которые вас делают участие в уличной банды. Здесь может быть какой-то бомбер широкий или куртка. Опять же, это спортивный обувь. Спортивный обувь, но практически сейчас во всех темах как-то присутствует. Но эта тема она уж сама напрашивается, когда приезжают в уличной банде. Вот. Это, например, как спортивный костюм, да, как и брикотажный, но при этом модифицированный в вашу повседневную одежду. Оверсайз-элементы, ну, какие-то другие бренды. Здесь уже немножко так спокойнее цветовая гамма, чем было в предыдущем, в предыдущей теме. Но главное, на что делается вот этот упор, это элементы профессионального спорта в вашем повседневном гардеробе. Если мы лук этот разбираем, то как раз джогеры, которые модифицированы, да, в кожаные брюки. Даже обувь, сандалии, они спортивные, плюс еще там какие-то логотипы на них. А вот эта вот широкая полоска, резинка с логотипом, это опять же как у спортсменов спортивная форма вот с этими резинками. О, брюки, также теперь в повседневном гардеробе. Ну, какие-то силуэты, как, например, бокси, такой квадратный, немножко укороченные силуэты, головные упоры. Все достаточно активно, в чем вам удобно двигаться, удобно перемещаться, удобная обувь, должна быть много карманов, может быть. Как это на подиуме все выглядит? Опять же, да? А, ну все, я сейчас быстренько это все свернула. Давай не всегда. Вот, как это выглядит на подиуме, то есть это достаточно комфортный силуэт как для жизни, так может быть в каких-то моментах и для спорта. Здесь главное это вот комфорт и самовыражение. Как это проявляется? Вообще, тенд достаточно молодежный. Как это проявляется сейчас в магазинах? В бренде Киен Вай, например, полностью приоритировался на такой стрит-вэр, на как раз-таки уличные племена. Кстати, если кто-то не знает Дона Карен Нью-Йорк, такого бренда больше нет, остался бренд Ди Киен Вай. Вообще, перекупили всю эту компанию у нее. Они теперь переориентировались именно на молодежь, поэтому у них теперь они апеллируют к молодежи через вот такую вот уличную тему. Так выглядит внутри. Это абсолютно городской, такой вот уличный стиль. Это Лолу Лемон Нью-Йорк Сити. Это вообще компания, специализируешься на спортивной одежде. Да, да, да. Все знают наверняка их Yoga Pants, там местами скандальные, местами известные. Вот оформление их магазина. Опять же, когда вот эта тема стрит-трайв стала такой популярной, посмотрите, тут стало все намного жестче. Уже нет такого все йога, расслабленность, цветочки, блокады. Все стало жестче. Другого было, наверное, это одно, мне просто не было. Он был теплый, такой. Да, да, да. Но, кстати говоря, это же постоянно меняется. Это вот отражение определенного тренда. Вот другая тема, которая более как раз про расслабленность, цветы и йогу, это современные хиппи. Это такая полнейшая качела на улицах и в магазинах. Есть бренды, которые, в принципе, закладывают свое ДНК, как 3 people, например. И у них оно, конечно, идет через любую коллекцию. Ну, вот, стрит-стайл, да, тут как раз уже идут расслабленные такие. Ну, вот, летящие силуэты, бахрома, клеш, сарафаны, сандалии. Это современные хиппи на улицах города. Как это выглядит на подиуме? Это Anusio, очень такой показательный бренд. Это, кстати, когда это прям было трендом-трендом, и Lanvan это делали. Ну, и Тро, можно сказать, всегда. Хлоя очень хорошо подходит. Вот магазин Free People. Это абсолютно магазин для современных хиппи. Они, в принципе, из сезона в сезон не меняются. Это выглядит вот так. Ну, я имею в виду, меняются в каком-то смысле, да, но основная концепция у них вот такая. Они ориентированы на таких вот современных типовых людей, которые ездят на качеллу, слушают музыку, на святой траве в парке. И крупные бренды, они этот бренд в себе отражают. Так вот, например, H&M делают коллаборацию с качеллой каждый год, каждый сезон. И в своем магазине H&M это тоже представляют. Реплей магазин тоже. Видите, еще много. Сейчас у нас другая группа подходит. Все, давайте тогда еще последний тренд прям, да, покажу быстренько, который, кстати говоря, в эпоху развития информации, когда всего очень стало много, нам всем необходим. и вот этот тренд вы будете видеть все чаще и чаще. Это внутреннее спокойствие и минимализм. То есть в одежде это проявляется в цветовой гамме, в силуэтах, в том, что мы как раз-таки особо не привлекаем внимания, как это было в первом тренде. А в магазинах это абсолютно белые, нейтральные помещения, минимальная какая-то развеска, то есть то, что вас, грубо говоря, не то, что не цепляет ваш взгляд, не заставляет как-то переживать, нервничать, как это было, когда мы говорили о Москино или каких-то таких ярких брендах. То есть внутреннее спокойствие в том числе и внутри магазина. Показательным брендом из масс-маркета является Манго, кстати, они это очень хорошо транслируют в себе. Тот же Добр Стрит Маркет тоже такие инсталляции внутри своего магазина делает. Вот. Ну, в общем, что хочу сказать еще одно, что то, что мы видим на улицах, оно сейчас абсолютно влияет на то, что появляется на позиумах и, соответственно, то, что продается потом в магазин. То есть все это теперь поменялось и вот как это все считать, как понять, как, в общем, вовремя среагировать и внутри своей маркетинговой коммуникации и внутри своего ассортимента мы здесь программа вам готовы рассказать. Если будет интересно, могу здесь оставить, раздать какие-то наши материалы. А вы здесь вас показали. Ну, в инстаграме есть, но мы, честно скажу, не развиваем. Лучше найдите наш фейсбук. То есть вы найдете модах СЕ. Да, на фейсбуке у нас новостей намного больше. Инстаграм, все, надеемся, что у нас пойдет тоже. Все, возьмите вот бумажечку. Вот, там наши контакты есть. Все, вам спасибо, что послушали. Спасибо. Да, спасибо. Да, основная наша суда. А вот есть эта лекция, мы говорим, что она будет. Она обязательно будет. Вы следите, подпишитесь на наш фейсбук. Заходите на наш сайт. МОДАХСЕ.ру МОДАХСЕ.ру Во-первых, на этом сайте. Во-вторых, я думаю, что на Вышкинском тоже. Давайте вам... На Вышкинском. Заходите, находите школу дизайна. Спасибо. Менеджмент. Это не школа дизайна. Вы же на менеджмент, да? Менеджмент. Да, да. МОДАХСЕ.ру Или в фейсбуке МОДАХСЕ. Мы там все новости размещаем, в том числе анонсы лекций. Мы обязательно лекцию Натальи Борисовны проведем, но уже, я думаю, что не здесь, а у себя. Все. Вам большое спасибо. Спасибо большое. А Вы заберете свою? А я забрала. Слышки нет здесь? Нет. Спасибо. Сейчас здесь психолог должен прийти. Уже началось, наверное? А на последнюю сезону вернуться? Нет. Все остальное будет здесь. То есть мы после этого... Еще раз сюда вернулись. Да. Ну, если вам интересно, возвращайтесь. Девушка, вас рада. На следующий год, может, сперят маленькие ростырьки. Катерина, это из... Вышла школа мини-живендая. Мода, мода, мода. Так здорово. Прям я заслушала. Три человека было, потом что-то как-то... Потому что не надо к вам мероприятие на один день, значит. Да, они сюда приезжали, но вы их отправили. Ночью у Комска по телефону. Об этом все знали, кроме Бульта Херовны, которая узнала об этом сегодня ночью. У него там мастер-класс какой-то. Ага. Вот, я не знаю, сейчас они в каком формате в этот мастер-класс ходили. А вот эта вот толпа, что ли, туда побежала? Да. Да, они сюда пришли. Потому что время-то, они же должны в 8. Ага. Они пришли, я их не стала гнать. А наоборот, мы их отправили все туда. И с Марией пошли в стоющее здание. А мастер-класс здесь? На Мессельской. Он здесь должен быть, но отправили в 101-й. Здесь, понятно, и вернутся. 101-й, чтобы совместить. Там тоже какое-то мероприятие. У меня были видео. Молодцы. Вот Ольга Николаевна Ильина очень интересная. Кратко, четко так их слушали. 42 человека где-то я насчитала. Ничего себе. Вот полно меня аж стесняли. Да. С удовольствием. Мы видим, что профессионалы пришли по адресу. Единственное, Елена Анатольевна, вот я раньше работала в академии тоже. Мы вот делали маленькие анкетки. И вот кто хочет свою информацию, оставляет на себе телефон, чтобы на следующий год их пригласить. И здесь оставляли. Кто они, что они. Вот такой задача подрастали. Обработали. Мы этот займ, мы не можем за них за всех отвечать. Да, но какую-нибудь идейку, чтобы потом проанализировать, кто приходит к нам. Вот такую маленькую анкетку на следующий год можно сделать, да, чтобы телефон, чтобы позвонить, чтобы на следующий год пригласить их. все свои контакты они оставили. Оставили? Контакты есть. Чтобы оставили. Вот здесь подразделение, либо надо к нам обратиться, чтобы эти контакты получить, либо здесь своих собрать. Они никого не делали. Да? Ну вообще такие солидные люди, заинтересованные, это просто на одном дыхании. Хорошо поработал вот раз с ним. Очень хорошо. Профессионалы пришли, чувствуются, они вот такие вопросы задавали, что им это интересно. Хорошо, что пришла Елена, по-моему. Да, да, да. И она четко так организовалась, вот 30 минут, если вот эта Катюшенька, это вот малая, эта девчонка. Катюшенька, это вообще на замену. Да, она так и сказала. в джинсиках прибежала. Да, она и сказала так, она же предложила две темы, и вот они подхватили, хотели мерчандайзеры, вот уличная мода и прочее, прочее. Она молодец, так, а я ее почему-то не стала этих отправлять, они пришли, психологи не поймут, что это мерчандайзер. Она все равно подхватила, молодец. Они молодые, они были на одной волне, она говорит, они ее понимают, они спрашивают, она подхватывает. Единственное, я даже цифрографировала, конечно, ошибок, не знаю, ошибок столько презентации, и запятых не хватает, и что-то, прям, ну это нормально. Язык меняется, теперь на это внимание не обращаю. Это точно, только я травмируюсь. Я тоже. Меня промашутили. И предлоги пропустим пропущены. Я даже цифрографировала, прямо это вот, это же торопится, Да? Торопится. Наверное. В то же время, суть понятна? Суть понятна. Очень понятна, интересно, даже мне, дилетанту, вот здесь даже. Ирина Николаевна, нескладимое впечатление, Валентина Николаевна произвела. Кирилл, Кирилл, но она женщина-мужина. Я, как обычно, я ничего никогда не успеваю послушать. Ну, я тоже ничего не успела. Я села, я прям засушилась. Мне Ирина понравилась, прямо вот, профессионально, говорить, и четко так, никаких, я понимаю, 30 минут дало, и вот, публика сидела, прям, не дышала. Молодцы. А с Ивашковской, как всегда, до сих пор, все-таки профессионально. как-то ушло на обнимариваемся. С Ивашковской? А Ивашковская, она очень специфичный человек. Вот ее кто-то принимает, и тогда вот они за ней идут до конца, а кто-то вообще не принимает. Я на ее лекциях вообще сидеть не могу. Да? Почему? Она очень, она интересно рассказывает, но очень сухо и очень дарит. Вот ощущение, что тут предельно. С своим авторитетом, его знанием есть? Нет, не знанием, просто вот она, характер такой. Она шла подравляющая. Рядом с ней могут быть только меньше. Я точно не скажу. Авторитарно, да? А, после Киевины, она отрона. 422-й там, что-то я не просадила. Здравствуйте. А у нас здесь сейчас есть подождаться. Присаживайтесь. Конечно. Сейчас у нас полчаса свободного времени. Время региона, потому что 15 минут. 15 минут. 15 минут. 15 минут. 15 минут. 15 минут. Скоро Мелана Родионовна придет. Прям ангелочек. Я ее по факультету психологии знаю. Я четверг молодец. А, Александр Иванович, сворачивай, говори. Два. Ну вот. Что, два? Ага. Да нет, но я думаю, что сейчас люди, если придут, то они придут конкретно. Да, за кто? Женик. 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 Примирки делаем, что у нас есть. Примирки. Считать индекс гармонии в любом. Му-му. Заходите, заходите. Нет, мы пока ждем. Ждем маратора. Мы заполняем аудиторию во время отсутствия. Хорошо, у вас хорошо получается. Создавать массовку, да? Ну да, да. Вы не хотите сами сходить туда? Нет, спасибо. А там кто у нас? Буэль Тахирмая или Тахир Юсупович? Тахир Юсупович. Как же вы так спланировали-то? Как спланировали? Чтобы вам мероприятие в один день. Так они... Максим Жустишкин ведет тоже. Про управление вовлеченностью и психологию. Про управление персоналом. А Тахир Юсупович справка про практику управления вовлеченностью. Все замечательно. Только два раза в мероприятиях. В один день. В день открытой двери информация об этом писала данным до дну. Мы специально приехали. Не знаю. Вы клиента потеряли. Вы потеряли клиента. Немного. Да, потому что толпа-то такая. Да. Толпа-толпа была. Ну да. Время упущает возможности. 101 они. 101 они. С меня написано 101. А завтра ФИФА когда? 15. А после 15? Полтора часа там. 15-30. В Министерстве спорта? Нет. В Министерстве спорта. А у вас все закончилось или еще ничего не началось? Нет, пока еще ждем. Очередного. А вы на чем? Я вот последнее. Последнее еще не началось. В 12 минут еще. В эффективное разрешение конфликта. Присаживайтесь, выбирайте лучше место. Нет, лучше застал. Не заставшись. В предыдущий спикер не перешел. Нет, они просто в другой корпус перешли. Там так много народового, аудитория, которая 101. Там продолжалась какая-то лекция. Поэтому я захожу, смотрю, что у меня в других местах. Таким нет, даже не хватило людям. Извините. Ну, коллеги, как-то не подумали. То есть люди придут и уйдут. Как обед не уйдут. Кто-то пришел именно сюда, да? После работы. Меня сегодня 4 человека спросили, когда мы приезжали. Кто? Ну и пока ничего. А потом аудиторию-то кто-то должен закрыть. Мы этим занимаемся, нет? Нет. Когда закончится. А оборудование вот это нам отследить надо? Не знаю. Там на первом этаже много организаторов. Все там можно написать. Да. И молодой человек, который у нас за оборудование включает, он с ним планирует передавать. Сася? Нет, я вернусь. Нет, я вернусь. Продолжение следует... 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 за этим всегда женщина, это может быть, как и представитель любого другого типа, да, человек любого пова, но истероидный тип, да, характеризует эгоцентризм, жажда постоянно быть в обнимании, да, и для такого человека конфликт это всегда, ну, как бы некоторая такая театральная сцена, в центре которой он, конечно же, хочет быть, для него конфликт это еще одна возможность побыть в центре внимания, поэтому такой человек, например, с удовольствием будет конфликтовать по любому поводу, да, даже если он будет проигравшей стороной, для него это все равно хорошо, да, потому что на него обратили внимание, для истероида нет ничего хуже, когда на него не обращают внимания, да, и вот на примере истероидного типа, да, я просто вам покажу, на самом деле этих типов 11, каждый мы рассматриваем, да, в ходе там отдельного занятия, мы можем посмотреть, вот зная эти личностные особенности, да, каким образом можно взаимодействовать вот со своим оппонентом, ну, данного типа, да, и мы здесь рассматриваем привлекательные черты характера, отталкивающие черты характера, и что самое интересное, да, мы в каждом типе пытаемся, вот в ходе занятий, в том числе и как бы в диалоге, да, и на практике посмотреть, а как же вести себя с вот данным типом, чтобы конфликтов, если не избегать, то, по крайней мере, минимизировать ущерб, да, или вывести своего оппонента из себя, естественно, в этом конфликте на конструктив. В частности, мы понимаем, да, что если, грубо говоря, этот истероид смог, там, как бы, выплеснуть, да, вот, то есть получить необходимую долю внимания, да, грубо говоря, в определенной ситуации, то, скорее всего, мы вряд ли захочется продолжать этот конфликт, как и с вами. С другой стороны, для истероида конфликт – это привлечение внимания, да, поэтому он сразу потеряет к вам интерес, если конфликт происходит не на глазах у других людей, да, и если вы ему всячески показываете, там, неинтерес, да, к тому, что происходит и так далее. То есть, по сути, мы, да, опять же, непонятно, что если мы, как бы, ставим истероида в неловкое, смешное положение, для него это тоже может быть источником конфликта, да, в отличие от каких-то других личностных типов и так далее. Поэтому в этом смысле каждому типу, да, можно подобрать вот такие вот ключики и вести себя вот в соответствии с той информацией, которой мы владеем о нашем оппоненте. Конечно, мы понимаем, что если, например, там, мы шли по улице, нам наступили на ногу, да, мы как-то попросили быть аккуратнее, нам нахалили, возникает конфликт, вы за три секунды не поймете, что перед вами, кто перед вами, кто перед вами, да, и, соответственно, что за личностный тип, ну, это нереально, да, за три секунды составит такое впечатление. Но когда мы говорим об общении с более-менее знакомыми нам, людьми, да, коллегами, там, одноклассниками, однокурсниками, ну, и так далее, то в данном случае вот эта типология, она действительно нам приходит на помощь, да, потому что, вот, на мой взгляд, я всегда студентам об этом рассказываю, когда я познакомилась вообще с классификацией личностных типов, это было там, на каком-то из моих там младших курсов, я, ну, ощутила какую-то такую реальную пользу от психологии, да, то есть для меня это было вот таким вот откровением, самым позитивным в смысле этого слова. Дальше. Конечно, когда мы говорим про разрешение конфликта, мы должны понимать ситуацию в целом, поэтому очень важно говорить про опорную схему анализа конфликтов, в которую мы, ну, как бы пытаемся понять не только причину этого конфликта и что нам делать, чтобы из него выйти, да, и важные моменты, что это за ситуация, кто является участниками нашего конфликта, да, можно ли было его предупредить, если нет, то, то есть он возник, да, что помешало нашему оппоненту это сделать и нам с вами, да, проходил ли конфликт в присутствии свидетелей или на интернет, да, дальше, какие приемы были использованы оппонентами вот в ходе конфликтной ситуации, какую как бы деструктивную, какую конструктивную информацию мы могли бы извлечь, да, в ходе этого конфликта, и как это скажется на наших будущих взаимоотношениях, какие ли вы, будьте здоровы, допустили ошибки в ходе этого конфликта, да, и самое главное, а как вести себя теперь с нашим оппонентом после того, как конфликт закончился. Вот на всем этом мы подробно останавливаемся и, конечно же, ну, самый, наверное, наш такой важный блок, это воздействие на оппонента, поведение, свое поведение поведения оппонента в ходе конфликта, каким оно может быть, как избегать манипуляций, ну, сейчас я надеюсь, у нас хватит времени, я вам чуть-чуть про это расскажу. Дальше, конечно, мы рассматриваем очень важную тему, это типа конфликтогенов, то есть, грубо говоря, причин конфликта, которые чаще всего в большинстве ситуаций, какими бы ни были отношения между оппонентами приведет к возникновению конфликта, да, ну, понятно, что это какое-то такое снисходительное отношение, нечестность, не искренность, манипуляции, да, так или иначе, если, грубо говоря, ваш оппонент считывает в вашем поведении, или вы считываете в поведении вашего оппонента что-то из этого, вероятность возникновения конфликта, она достаточно высока. Далее, смотрите, возник спор, да, спор это не всегда конфликт, это может быть предконфликтная ситуация, поэтому очень важно понимать, как рассматривать, как бы, как вести этот спор, да, и разделяются споры, давайте проходить, конструктивные и деструктивные. Я вот на начале занятия немножко об этом сказала, что мы подразумеваем под конструктивным спором, да, когда спор конкретный, оба участника вовлечены, вот о чем вы говорили, да, с самого начала, то есть оба участника хотят решить конфликт, оба вовлечены, они коммуницируют между собой и придерживаются приемов частной игры, да, то есть не наступают, и, грубо говоря, на больные места, да, в споре друг с другом, потому что, конечно же, в противоположном случае, да, если, грубо говоря, наступили на наше самое больное место, да, нам хочется закрыться, уйти из этого конфликта, да, но понятно, что это самым негативным образом скажется на будущих взаимоотношениях. И также конструктивный и деструктивный конфликт выделяется с точки зрения результата спора, да, то есть если оба участника что-то вынесли для себя из-за этого спора, да, позитивного, негативного, неважного, тем не менее, они поняли, в чем была причина конфликта, в чем они были неправы, в чем был неправ оппонент, да, каким-то образом проработали, да, вот эти свои эмоции, как бы сблизились, но сблизились с точки зрения того, что поняли позицию друг друга, да, и в конце концов либо улучшили проблему, либо поняли, что они готовы работать над ее дальнейшим улучшением, то в данном случае, да, мы говорим о том, что спор был конструктивным. И, конечно, мы пытаемся в ходе занятий, да, на практическом примере вот спорить, да, спорить в хорошем смысле друг с другом, чтобы потренироваться, но, конечно, без, не без моего такого немножечко провокативного участия для того, чтобы вот максимально проработать, да, там, грубо говоря, вот в кавычках прокачать, как современное модное слово такое, прокачать вот этот вот навык. Далее. Что еще? Конечно, есть очень интересная тема, связанная со стилями поведения в конфликте. Например, когда я спрашиваю, какая стратегия поведения в конфликте, то есть что является хорошим итогом разрешения любого конфликта, мне всегда говорят. Так, вы думаете, что? В сторону поведения. Да, найти компромисс, да, но на самом деле, если мы посмотрим на этот график, да, то мы увидим, что компромисс это, безусловно, хороший способ разрешения конфликтов, но он такой половинчатый, да, потому что что происходит? В любом конфликте есть мои интересы, есть интересы оппонента, да. Конфликт это средний уровень интереса, как бы удовлетворенности моих интересов и интересов моего оппонента. То есть мы оба, как бы, вроде как довольны тем, как конфликт закончился, и оба не довольны, да, потому что другая половина наших интересов оказалась не довольна. Поэтому на самом деле самым конструктивным стилем поведения в конфликте является сотрудничество, да, когда оба участника максимально увеличены в разрешении конфликтной ситуации, и оба участника приложили усилия для того, чтобы конфликт разрешить. Вот в случае сотрудничества мы говорим о том, что вероятность повторения этого конфликта, да, стремится к нему. Только в этом случае, потому что в случае компромисса конфликт может возникнуть, да, потому что вторая половина интересов, группа, говоря, наша, интересы оппонента оказалась на двух сторонах. И, конечно же, есть крайне неэффективная стратегия разрешения конфликта, это приспособление, уступка, да, и, конечно, в некотором случае, в некотором роде она может быть конструктивной, мы рассматриваем эти случаи, в некоторых случаях может быть даже конструктивен уход от конфликта, да, когда оба на эмоциях оба оппонента и могут еще больше друг друга наговорить, лучше уйти, как-то, да, каким-то образом остыть и потом вернуться к разрешению конфликта. Но, тем не менее, чаще всего приспособление, уход, соперничество рассматриваются как деструктивный, да, способ разрешения конфликта. И есть такой очень интересный опросник Томаса, да, один самый интересный опросник в психологии по стилю определения конфликтной ситуации. И на занятии, конечно же, мы этот опросник заполняем, определяем, да, личностный профиль и понимаем, в какой ситуации, в какой стратегии, да, нам надо еще продолжать работать, а какую, наоборот, постараться генинизировать, да, в своем поведении. Далее, конечно же, когда мы говорим про разрешение конфликтов, невозможно не затронуть такую тему, как манипуляция, да, и вот в ходе занятий мы стараемся, опять же, в ходе практических упражнений, да, понять, какие фразы в нашем, в принципе, с вами обыденном сознании, да, в обычной жизни могут носить характер манипулятивных и как следствие являются, а, причиной конфликта, и, б, если вы видите, да, если вот эта фраза направлена на вас самих, да, то вы должны уметь четко понимать, как реагировать вот в своем поведении на, ну, вот на такое, как бы манипулятивное воздействие, направленное против вас. Есть целая вот эта теория, да, американского ученого Роберта Челдиния про психологию влияния, и он там рассматривает шесть основных стратегий, да, в воздействии на другого человека, но он-то рассматривает их в позитивном смысле, да, но, к сожалению, очень часто эти стратегии могут быть обернуты против нас, да, и вот в ходе этого занятия, оно у нас одно из последних обычно, мы, как бы, вот проговариваем, да, основные пути противодействия вот этому манипулятивному воздействию, то есть вот, чтобы вы понимали, это как, знаете, обучение восточным, там, единоборствам, да, то есть любой, как бы, учитель, трейлер, он говорит о том, что преподавание вот этих единоборств, это самозащита, то есть, грубо говоря, я вас буду, да, если у нас там все получается, учить не как нападать на своего оппонента, а как, наоборот, самооборонять, если вы вот чувствуете вот эту манипуляцию, направленную против вас, да, потому что очень часто, например, ну вот представьте ситуацию, когда там кто-то сознательно подчеркивает то, что вы постоянно все делаете не так, да, постоянно, как вы ошибаетесь, даже когда вы неправы, и вы понимаете, что, ну, допустим, это начальник против подчиненного, да, вы понимаете, что, как бы, сказать в ответ, да, нагрубить в ответ, ну, вы, конечно, можете, но это будет довольно-таки чревато, да, например, вольнением, но как подобрать такие слова для того, чтобы, да, высказать свое несогласие с этим, да, с его мнением, но при этом и не, как бы, сделать это слишком агрессивно. И вот здесь вот мы, у нас есть отдельная тема, очень интересная я высказывание и ты высказывание, да, по результатам исследования, если вы говорите человеку, ты знаешь, ты не прав, ты вот так себя плохо повел, что у меня отвратительное настроение сегодня, да, вот несколько раз произнесенное в предложении слово ты так или иначе нашего оппонента настраивает на негативный слово. Если то же самое сказать с использованием я, то есть я был расстроен после того, как я вчера оказался в такой ситуации, но если ваш оппонентный дурак, он понимает, что причиной этой ситуации он и оказался, да, но в данном случае вы, как бы, передаете это сообщение без вот этого вот тыкания, да, что ты виноват, ты это сделал, все из-за тебя, вот, перенес, как бы, внимание на себя, но в целом, как бы, обоснование ситуации такой, какая она есть, да, по результатам прежде всего вот этой исследования из области детской психологии, да, я и их сообщения, но тем не менее и в взаимоотношении взрослых людей тех, как я, сообщение, да, вернее, я сообщение, да, все это правильно, показывает, что, ну, зачастую это позволяет как минимум минимизировать вот этот вот эмоциональный нокаут и уже вести конфликт на более таких вот спокойных, скажем так, начала. Ну, и одна из наших тем, это 17 шагов по решению конфликта, мы, естественно, всегда это делаем на примере реального конфликта, обсуждаем вот все то, что в ходе курса изучали, но уже на конкретных примерах, да, самое главное, что в любом конфликте, вот, я сказала об этом с самого начала, но это важнейшая часть, вот третье, в любом конфликте, какой бы он ни был, всегда виноваты две стороны, два помета, никогда не бывает так, что виноват только один, и как только мы принимаем эту мысль, нам это кажется всегда, что, ну, вообще здесь по причем, да, во всем виновата наша помета, но поверьте, как только вы принимаете мысль о том, что другая сторона тоже может быть в чем-то права, да, вы уже сделали половину пути, проделали половину пути к конструктивному разрешению конфликта. Это бывает очень сложно, поверьте мне, осознать, даже вот человеку, который занимается конфликтами, да, об этом рассказывает, если я в конфликте, я выключена, я очень сложно, мне очень сложно разграничивать, да, и понимать, а в чем же я могла быть неправа, почему я вот должна сейчас какие-то еще усилия принимать по разрешению конфликта, но тем не менее, когда включаешь вот этот вот компонент и понимаешь, что да, ты тоже может быть в чем-то не виноватый, да, то, еще раз, это половина успеха, да, половина пути к конструктивному конфликту уже проделана. Ну, там предстоит еще, как вы понимаете, 16 шагов, да, потому что шагов достаточно много, и вот мы каждый из них обсуждаем на конкретных примерах, да, и стараемся как бы понять, где плюсы, где минусы, да, где вообще подводные камни каждого из этих шагов. И в конце занятия мы говорим про, вот до этого мы говорили про стратегии и конкретное свое поведение, да. А еще по психологии конфликта рассматривается такая тема, как способы разрешения конфликтных ситуаций. И выделяются три основных способа, это переговоры, медиаторство и арбитраж. Почему я на этом, как бы, отдельно обращаю на это ваше внимание? Дело в том, что зачастую вот в ходе этих способов разрешения конфликта всегда бывают, ну, вернее, не всегда, а могут быть задействованы не только оппоненты, но и третья сторона, и эта третья сторона может быть либо медиатором, либо арбитром, да, медиатор это посредник, который помогает оппонентам прийти к разрешению конфликта, причем он делает это очень нейтрально, то есть он не говорит, кто прав, кто виноват, а арбитр это, ну, в юридическом смысле, естественно, да, хотя, ну, как бы, корни оттуда, арбитр это человек, который может сказать, ты прав, ты неправ, ты делаешь так, ты делаешь по-другому, понятно, что эта стратегия может быть эффективна только в том случае, да, если есть доверие обоих учетников процессов, вот к этому медиатору, к этому арбитру, да, и, соответственно, вот в американской психологии, европейской психологии и у нас потихоньку, да, огромное количество статей посвящено именно вот этому третьему лицу в конфликте, да, потому что зачастую этим третьим лицом может быть мало, если конфликт между там двумя и детьми, да, или отец, это может быть учитель в школе, это может быть начальница, да, когда конфликт между двумя коллегами, ну и так далее, поэтому, конечно же, вот в том числе мы рассматриваем и эти стратегии, и если, например, эта третья сторона вынуждена критиковать, да, у своих, то есть каким-то образом говорить, в чем же один прав, а другой не прав, да, эту критику тоже нужно учить давать, учиться давать правильно, да, конструктивно, потому что зачастую, ну, как бы любое критическое замечание так или иначе относится к нашей самооценке, а все, что относится к нашей самооценке, это бы тоже такая некая наша базовая модель поведения, поэтому если что-то было сказано не так, не факт, что этому человеку мы потом как-то будем забирать и так далее, но иногда без этого не обойтись, и, да, допустим, если вы оказались вот этим третьим лицом, или вы вынуждены, да, вашего оппонента за что-то поругать, да, и это нужно тоже иногда делать, мы учимся вот делать это максимально, максимально конструктивно. И, соответственно, если подытожить, да, конфликтов не надо бояться, конфликты всегда виноваты в две стороны, и это нужно помнить, даже если один виноват на 99%, а второй на один. Я могу банальный пример привести, да, вот кажется, мне всегда, ну, иногда задают очень правильный вопрос и конкретный пример. Вот смотрите, вот ребенок стоит у стеночки в школе, никого не трогает, да, к нему подходит какой-нибудь верзила из старшего класса, начинает его задирать, да, вот в чем виноват этот ребенок, ну, он стоит, никому не трогает, да, и вот... Не там стоит, не так одет, это все понятно, но спрашивается, да, вот я говорю, всегда виноваты два человека, в чем виноват этот ребенок. А я отвечаю очень просто, он ни в чем не виноват. Знаете, почему? Потому что конфликта еще нет. То есть конфликт появляется только в тот момент, мы тоже это рассматриваем, там, этапы класса конфликта, только в тот момент, когда ситуация осознанно как конфликтная обеими участниками конфликтного взаимодействия. То есть, если этот ребенок стоит и никак не реагирует на эти, как бы, вот, предирки, да, конфликта нет. Но если он начал отрезаться в ответ, вот он, конфликт, и вот его маленькая, но вина, да. Поэтому в этом смысле, опять же, это очень сложно пытаться конфликт вести, как бы, на таком, скажем так, безэмоциональном уровне, потому что это, опять же, ну, как бы, нас оскорбили, нас пытаются унизить, мы хотим дать сдачу, да. Но если, опять же, делать это все конструктивно, да, и вот мы мучаемся это делать конструктивно, то, зачастую, вы просто, ну, как в случае вот этого ребенка, представьте, будет интересно этому верзиле, да, ну, что это, конфликтовать какой-то он там, не конфликтный, слишком умный, я ставлю его в покое, да. А если говорить уже, как, про взаимоотношения, да, там, в розовом возрасте и так далее, то, опять же, вот, главное, что мы должны помнить, что конструктивный конфликт, он всегда касается только предмета спора. Если нет этого перехода на личности, поверьте, в большинстве случаев конфликт можно решить и даже иногда в будущем, да, предотвратить уже на улыбках. Вот как-то так. У меня, правда, было всего 33 минуты, но я постаралась вот максимум того, что хотелось бы рассказать. Может быть, у вас какие-то вопросы? Дальше. Часто бывает, что предмет спора, он тот, который анекларируется, потому что, на самом деле, является причиной и повод конфликта. Да. Вот каким образом это нужно выяснить, да, если, допустим, споришь на одну тему, а оказывается, что, на самом деле, спятана такая адженда, другая. Да, то есть, на самом деле, как бы, повод конфликта кажется банальным, да, там, не вынесенное в ведро, да, или что-то еще. Потом начинаются споры и возникает ощущение, да, что, на самом деле, проблема намного более глубока, да, и только в ходе спора это и не проясняется. На самом деле, это очень правильно, это и здорово, да, про что мы вот сказали, что это конструктивная функция конфликта. Но дальше, да, если вы это поняли, ваша задача показать это оппоненту, да, но показать не унизив его, не как бы, ткнув лицом, грубо говоря, в эту ошибку, а стараться вот вести этот спор максимально конструктивно, да, и ни в коем случае не, как бы, про что мы говорим, переходя на личности, обвиняя в чем-то и так далее, да. Вплоть до того, что есть же простые техники довольно-таки, да, и мы тоже вот, хоть и занятия учимся, они, кажется, на самом деле, так немножко режущими слух поначалу, но есть банальный вопрос, то есть правильно ли я тебя понимаю, да, что там причина, грубо говоря, вот то, что происходит в том-то, том-то и том-то. И когда человек слышит иногда со стороны то, что ему кажется там на неосознанном уровне, зачастую он уже начинает себя по-другому вести, да, и да, он понимает, что так, я-то понял ситуацию вот так, мой оппонент по-другому, ну, надо, надо что-то делать, надо как-то решать эту ситуацию, да, поэтому, это очень важный момент, что причина и повод, конфликт, они не всегда совпадают, я бы сказала, чаще всего не совпадают тут и проблемы обычно. Есть ли еще вопросы? А вот программа, где вы? Программа курса, да, мы имеем в виду? Поможете? На самом деле, я так понимаю, что на сайте сайт у нас открыт, доступен сайт нашей вышки, вот наберете даже хоть в любом поисковике и на сайт заходите университета, соответственно, департамент психологии. Ну, а так и называется эффективное разрешение конфликтов? Да. На сайте вот департамента найдете курсы. Вот смотрите, здесь мой адрес, да, м.чадурова.собака.хсе.ру, да, я так понимаю, что есть на сайте этот курс, и я могу высылать ссылку, да, но в целом, да, или через вот век в Тим Владимировне можно, да, там еще есть, у нас, наверное, рекламки, да, рекламки тоже есть. Вам дали, нет? Нет. Вы можете вот зайти на вышку, и там все открыто, наберите хотя бы вот имя. Сайт высшей школы. Это что? Скоро, поэтому... А сколько, на сколько курсов? По времени сколько курсов? Там все возьмете на сайт максимум, максимум информации. Дополнительное бизнесообразование. Дальше будут варианты программ «Область психологии». Нажимаете в области психологии «Программа управления конфликтами». Это первый вариант. Второй вариант. Через институты, через... Легко ориентироваться в нашу... ...какте социальных наук. И там программа управления конфликтами. Или можете имя даже в Яндексе набрать. Хачатурова Милана Родионова. Максимум информации. Да. Сразу вас на курс выведет. Да. То есть сразу, скорее всего, строится моя личная страничка. Там адрес и... Лучший преподаватель, по мнению студентов 2016 года. Да. 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 У всех есть программки, проспекты и на этом все. Да. 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 Да Да что, я прям 1918 выдалась... ...Ами-пост işi. Да. Она максимально. Да, она касается, военаж... А я на toen 그렇 sagen... Да. Маскают вас сейчас впечатляют. Чтобы Pr exhale religion, на чём показывать. Пр palate это не тотbat meer. Дальше с вопросов... ... flock up на вот террористик... ...А говорит жвард west. Саня-miş... ...ять с нами. Спасибо, что фактические занятия тоже в группе. В группе, да, потому что я, на самом деле, не такой формат, такой лицо, все-таки практический вкус, поэтому, да, очень много. Понятно, что если участник не очень хочет, я не знаю, но в целом мы как бы собираемся, то есть у нас есть роли, деловые игры, конфликты проигрывать на практике, и, соответственно, я все контролирую, и мы пытаемся прямо в конфликте ускорить, да, с конструктивной точки зрения, критику это высказывать правильно, где звучится там, я-ты сообщение, ну и так далее. Все, что я не базовала. А что-то еще дополнительное, допустим, на выезде куда-то, выезды или общение с кем-то? Это в метропсис, она на ногу наступит. А мы, непосредственно, в практике? Практически, как задание, да. Потому что, например, какие-то, не знаю... Выйдет он как? Нет, 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 нет. Какие-то приглашали мастера или там куда-то еще на практику. Мы, может быть, успали. Ага, потому что это всего своим занятием? Да, 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 да. Я поняла, я просто здесь...